Как полюбить русский язык и литературу? Ответ на этот вопрос после встречи с Учителем Года России 2016 года Александром Шагаловым гораздо легче, потому что этот человек по-настоящему увлеченный и глубоко знающий свой предмет. На районное методическое объединение, в рамках которого в первом лице и состоялась встреча с широко известным педагогом из Армавира, были приглашены учителя со всего Славянского района. Победа во всероссийском конкурсе открыла перед Александром Шагаловым новые возможности для развития и популяризации собственного опыта, но первично для него все же большая любовь к русскому языку и литературе. А литература, которая создается на базе этого языка, это просто потрясающий клад опыта, нравственности, духовности, поэтому, на мой взгляд, да, я, конечно, преподаю русский язык и литературу, но я действительно искренне люблю эти предметы, и, на мой взгляд, любой человек, который считает себя грамотным, образованным человеком, должен стараться в совершенстве познать русский язык, его пластику, его богатство, ну и, конечно же, читать литературу, великую русскую классику. Он всегда старается ставить для себя серьезные задачи, ему есть о чем рассказать своим коллегам. Он освещает все подробно, поскольку считает, что в преподавании нет мелочей. Я хотел бы акцентировать сегодня внимание на создании, на личностном подходе к образу писателя. И я хотел бы продемонстрировать сегодня форму работы на уроках с изображением, с фотографией и с аудиозаписью. На примере, вот используем, например, голоса писателя. Славянские учителя с нетерпением ожидали общения с молодым, но уже зарекомендовавшим себя на самом высоком уровне педагогом. Для того, чтобы с начала учебного года появилось вдохновение, появились новые эмоции, появилось желание что-то свершить, какое-то такое победное, потому что у нас сегодня в гостях победитель, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России» в 2016 году Александр Михайлович Шагалов. Состоялся заинтересованный разговор о самом важном – как разбудить настоящий интерес к русской словесности. И это, думается, поможет участникам встречи начать учебный год с новыми идеями и отличным настроением. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Программа «События».